Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России отзываются почти полтысячи Volkswagen Tiguan, приобретенных у дилеров в 2018 году Вин-коды по традиции размещены на сайте Росстандарта В сообщении ведомства говорится, что у кроссоверов может быть неисправно тягово-сцепное устройство Есть вероятность его опускания в процессе эксплуатации, что может привести к ДТП Диагностика узла и, возможно, его частичная замена должны быть бесплатными Трасса 101 Составлен рейтинг европейских стран в зависимости от стоимости литра 95-го бензина Россия заняла в нем вторую строчку с конца Наш показатель 51 с небольшим рубль Дешевле только в Казахстане почти 36 рублей Также в последнюю тройку вошла Белоруссия 61 рубль Самый дорогой бензин по-прежнему в Нидерландах около 170 рублей за литр Жители Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии заправляются по полторы сотни рублей за литр Трасса 101 Toyota запатентовала в нашей стране новый кроссовер Corolla Cross Машина уже продается в некоторых странах, в том числе на родине, в Японии Цены на нее там начинаются с суммы, эквивалентной 1 миллиону 350 тысяч рублей В базовой версии Corolla Cross оснащается 140-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,8 Трансмиссия, вариатор, привод передний Есть гибридная модификация Добавлю, сейчас самая дешевая модель Toyota в нашей стране Седан Corolla стоит минимум 1 миллион 600 тысяч рублей Трасса 101 Серийный выпуск российского электромобиля Кама-1 может стартовать через 2-3 года Об этом сообщило руководство компании КамАЗ Предприятие вместе с еще одним инвестором вложило в проект более 700 миллионов рублей Сам электрокар представили в декабре 2020 года Трехместная машина достигает в длину почти 3,5 метров, высота 1,6 метра Оснащается она электромотором мощностью 109 лошадиных сил Запас хода 250 километров Для полной зарядки литий-ионного аккумулятора требуется 6 часов Экспресс-зарядка занимает 20 минут Трасса 101 А в Смоленске завели уголовное дело на 54-летнего автовладельца Который наврал полицейским о том, что его машину угнали На самом деле гражданин сдал свой старенький Volkswagen Passat в металлолом Когда мужчину спросили, зачем он все это затеял Он ответил, что просто не хотел платить транспортный налог Дело в том, что в отношении авто действовал запрет на регистрационные действия Поэтому снять его с учета без особых хлопот не представлялось возможным Шутнику грозится до двух лет тюрьмы На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok